Будьте осторожны, на Алтайский край надвигается очередной сильный штурм. Плюс 3, 5 или 8 лет работы в сегодняшней дискуссии в Госдуме о повышении пенсионного возраста примут участие два алтайских депутата. Подарок. Ко дню города в Барнауле приступили к строительству нового фонтана. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, сегодня и завтра ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы и даже град. Усиление шквалистого ветра будет до 25 метров в секунду. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций сотрудники МЧС советуют незамедлительно обращаться к спасателям. Телефоны на ваших экранах. Сегодня в 12 часов по московскому времени в прямом эфире в Госдуме обсудят совершенствование пенсионного законодательства. Об этом сообщает Политсибром. Какие еще новости попали в поле зрения журналистов Сибирской медиагруппы смотрите в обзоре. В парламентско-общественных слушаниях по пенсионной реформе будут участвовать депутаты, чиновники профильных министерств, представители общественных организаций. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Госдумы и в официальных аккаунтах в соцсетях, пишут журналисты Политсибрум. И добавляют, от Алтайского края на слушание отправились зам. председателя КЗ Сергей Серов и председатель комитета по соцполитике Краевого парламента Татьяна Ильиченко. 22-летняя барнаульская туристка утонула в Катуниче. ЧП произошло в районе Манжирок. 18 августа, пишет московский комсомолец на Алтае со ссылкой на Следственный комитет края. Барнаульские туристы сплавлялись на резиновой лодке, которая, столкнувшись с деревом, перевернулась и утонула. Четыре человека смогли выбраться на берег самостоятельно, одну девушку эвакуировали спасателей, другая, по данным следствия, погибла. Жители Наукограда смогут принять участие во всероссийской акции «Ночь кино». Она пройдет в России 25 августа. В результате интернет-голосования для бесплатных публичных показов выбрали три фильма «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь». Их демонстрации пройдет на площадке кинотеатра «Киномир». Во сколько начнутся сеансы можно узнать на сайте бийского рабочего. Татьяна Голубева, Наши новости. Учебный год в нестандартных условиях. Начнется для полсотни детей в Косихинском районе. В школе села Верхжилино произошел пожар. Полностью выгорели кабинет директора и коридор. Уничтоженная электропроводка. На месте побывала Анастасия Драган. Горелый слой штукатурки соскребает под корень. Только так здесь избавятся от запаха. Стены, потолок – это только коридор. Работы много, рабочих тоже. Восстановить школу идет весь поселок. Я выпустился в 2012 году отсюда. Вычищаем стены, чтобы потом можно было строитель, наверное, приедут, положить новую штукатурку на стену. Пожар начался в 3.30 утра. Огонь могли и не увидеть. Сторожей здесь нет после оптимизации. Пожарные приехали быстро и вылили почти пять баков воды. Сказали, что возгорание произошло отсюда. Директорская. Да, вот здесь. А учительская вот, прямо над ней. Здесь больше всего школа пострадала, да? Да, вот оно идет, вот это место в основном. А тут-то задымление вот поплавилось. По предварительной версии это поджог. На месте возгорания нашли мужские отпечатки. Но жители уверены, дело рук приезжих. А свои все здесь. Пока освобождают школу к ремонту. К сентябрю не успеют, но учеба начнется. Вновь за партой сядут в доме музея Адриана Топорова, народного просветителя. Начальную школу в две смены разместим в этом кабинете. И там соседняя, там горница называется музей. Теперь это будет тоже класс. Уже посмотрите, мы поставили. Сегодня отмыли мебель. Уже все, она была в ужасной копоте. Поставили. Ну, две недели, я думаю, после первого сентября. Строители тоже попросили побыстрее. Ну и мы будем активно им помогать. Под учебу оборудуют еще один кабинет в самой школе, тренерскую и спортзал. Для 46 учеников этого хватит, уверен и директор. В министерстве образования уже наложили на школу режим ЧАЭС, чтобы ускорить ремонт. Пока его оценивают в 7,5 миллионов рублей. Только после подписания контракта с подрядной организацией, что ожидается уже на этой неделе, строительная организация сможет оценить масштабы работ, поскольку там необходимо оценить, насколько повреждены несущие конструкции, насколько повреждены плиты перекрытия. Сейчас заканчивается составление сметы, а завтра, по сообщению директора, в село должны заехать строители и завести первый стройматериал. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Дороган, Алексей Фризин. Барнаусский Алтай остался за чертой призеров, заняв четвертую строку в турнирной таблице. Мы все прекрасно понимаем, что Московские футбольные детские академии доминируют, это объективно. Но детишки-то все из регионов. Даже если посмотреть на географию нашей сборной, чем больше мы будем уделять внимание региональным центрам, региональному футболу, тем больше будет у нас талантов. И тем дольше мы будем поддерживать этот импульс, полученный от Чемпионата мира. По словам Александра Алаева, есть идея создать на базе школы Алексея Смерти на региональный футбольный центр, в рамках которого юные футболисты будут заниматься по единой методике. У центра также будут филиалы. Правда, идею можно реализовать только при совместном участии Российского футбольного союза, властей региона, а также футбольных специалистов. Но Алаев верит, что такой центр в крае появится. Вазу из искусственного камня заменит фонтан. Сквер у нулевого километра в Барнауле вновь меняет свой облик. Напомним, долгое время эту площадку украшал многими любимый мамонтенок. Но когда фигура начала разрушаться, из центра города ее убрали в парк химиков. Но и там мамонтенок простоял недолго. Сейчас на его месте устанавливают летающую тарелку. Ну а в сквере у нулевого километра в ближайшее время появится небольшой фонтан с чашей, украшенной мозаичной плиткой. Фонтан планируют запустить в день рождения Барнаула 9 сентября. В Барнауле в автоцентре АЕМ представили автомобиль нового поколения Volkswagen Touareg. Официальный дилер Volkswagen провел день открытых дверей, где любой желающий мог опробовать машину на дорогах к краевой столице. Добрый день, мы рады приветствовать вас в автоцентре Volkswagen, Volkswagen AEM. Сегодня мы хотели бы вам представить обновленное третье поколение автомобиля Volkswagen Touareg. Он перед вами. Ну все, Куля, заводи, поехали. Завести и поехать смогли все желающие испробовать новинку. За два дня посвященных тест-драйву за рулем Touareg в полной комплектации побывало свыше 40 человек. Именно они и рассказали нам о своих ощущениях. Комфортнее, плавнее, особенно если на неровной дороге. Звук кочки, а ощущения от нее как такового нет. То есть действительно очень хороший автомобиль, супер. В новом поколении инженеры добавили массу очень полезных функций. Мультимедийная панель с возможностью задания настроек под каждого водителя. Ассистент контроля слепых зон, система ночного видения, подруливающая задняя ось. Это и многое другое сделало автомобиль намного маневреннее и в то же время безопаснее. Первое впечатление, конечно, вау от автомобиля. Удобный, комфортабельный автомобиль. Очень много интересных новинок появилось. Приходите и вы за флагманом бренда «Фольксваген» в первый цифровой шоурум в Алтайском крае. Автоцентр АЕМ на Попова-165. Концепция «Диджитал» предполагает полное погружение клиента в технологичный мир «Фольксваген». В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Валар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Барнауле днем до 27 и без осадков. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня вечернем выпуске. До встречи.